Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Что хочется сказать. Статья 18.1 непростая. Она не совсем вписывается в полотно правового регулирования закона о рекламе. Чуть-чуть она отличается, не такая однородная. С момента вступления в силу мы приняли подзаконные акты, приказы службы. Более того, еще до вступления в силу были приняты изменения в эту статью. У нас появилось регулирование, связанное с тем, что такое идентификатор рекламы в сети интернет, из чего он состоит, как он формируется, как он присваивается. Появились правила игры и взаимодействия с операторами рекламных данных. Здесь нужно сказать, что появились и сами операторы рекламных данных. У нас 6 операторов рекламных данных. В президиуме у нас находится один из участников. Из игроков 7. Один из участников. И нужно сказать, что те наши первые шаги, которые сделаны на поприще учета интернет-рекламы, они очень-очень важны. Вот если вкратце говорить о целях принятия, это, конечно же, основное направление. Сократить теневой сегмент рынка интернет-рекламы. У нас есть разбег правоприменения. Мы неоднократно говорили участникам, что мы никуда не торопимся, мы не вводим меры административной ответственности, мы присматриваемся. И, повторюсь, то правоприменение, которым занимался Роскомнадзор, те процедуры, которые мы опробировали, показали необходимость и целесообразность рассмотрения вопроса, введения ответственности. Мы юристы, и мы знаем, что любая обязанность должна корреспондировать ответственность. Это основа права, основа теории государства и права. Мы понимаем, что работает наша система ЕРИР, и появляются первые скрупулезные детали с работой нашей системы, которые говорят о том, что теневые игроки, к сожалению, продолжают существовать. Вот если проводить какие-то такие приблизительные данные, которые мы можем высказать публично, это разговор об оседании денежных средств в нелегальном интернет-рынке рекламы. И вот такие примерные данные, что если рекламодатель затрачивает на распространение рекламы, к примеру, 200 миллиардов, в рекламных агентствах они оседают в размере 150 миллиардов, а уже непосредственно до интернет-площадок доходят в размере 50 миллиардов. И вот эти данные наша система уже начала фиксировать. Мы активно делимся информацией с коллегами из Федеральной антимонопольной службы, из Федеральной налоговой службы. И, конечно, эти данные прямо указывают на то, что введенное регулирование показывает свою эффективность. Я повторюсь, только первые шаги. Необходимо сказать, что у нас есть игроки, которые активно участвуют в работе применения ЕРИРа. Это и операторы рекламных данных, это участники интернет-рынка, это ассоциации, которые участвуют в разработке методических рекомендаций, правовой базы. Но есть отдельные слова, которые звучат достаточно публично, о том, что ну зачем нам исполнять обязанности, которые есть в статье 18-й закон о рекламе, если ответственности отсутствуют. Но, наверное, этот вопрос действительно требует какого-то регламентирования. Татьяна, это не совсем закон о рекламе, но это то, что закону о рекламе необходимо. Поэтому хочу обозначить несколько слов законопроекта. Который рассматривается в Государственной Думе, Федерального Собрания Российской Федерации. Конечно, Роскомнадзор является активным участником права применения, и мы заинтересованы введением в административной ответственности. Это чувствуется, повторюсь, в ходе права применения. И мы чувствуем, что и сама реклама, которая распространяется в сети интернет, она зачастую не является некой легитимной субстанцией. Возникают нередко проявления, связанные с тем, что реклама носит флёр экстремизма. Есть проявления мошеннических действий, которые направлены в первую очередь на введение заблуждения потребителей, граждан, которые могут довериться той самой рекламе, которая распространяется на интернет-площадках, и совершить действия, которые, конечно, впоследствии могут быть для них губительны. Это и последствия, связанные с бременем материальной ответственности, да и, в общем, использование личности, лица, его персональных данных для совершения каких-то противоправных действий также может случиться в случае, если лицо пройдёт по ссылкам определённой рекламы в сети интернет. Вот сейчас как раз-таки на слайде тезис номер два. Это как раз-таки вопросы, связанные с тем, что Роскомнадзор также в ходе анализа и сверки информации, которая содержится в ЕИР, старт выявлять признаки той самой рекламы полулегального незаконного характера. Мы принимаем активные действия для того, чтобы пресечь такие проявления, работаем с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, и, собственно, держим руку на пульсе в той мере, в которой Роскомнадзор может это сделать, потому что, повторюсь, основным регулятором рекламы является ФАС России. В рамках законопроекта по введению административной ответственности предусматриваются три состава. Это административная ответственность, которая предусматривается и для операторов рекламных данных со штрафами до 800 тысяч рублей в случае, если оператор рекламных данных каким-то образом недобросовестно исполняет возложенные на него обязанности. Но основные два состава, конечно же, адресованы к участникам рынка. Это вопросы, связанные с непредставлением информации, несвоевременным предоставлением информации, предоставлением неполной, недостоверной информации. Ну и, конечно же, вопросы, связанные с тем, что зачастую идентификатор рекламы, распространяемый в сети интернет-рекламы попросту отсутствует. У нас есть приказ Роскомнадзора, студент 1, который четко определяет процедуру присвоения идентификатора, процедуру момента начала размещения рекламы с идентификатором. И это очень легко проверить. Поэтому, наверное, участникам рынка стоит в первую очередь обращать внимание на то, что из-под ока Роскомнадзора вопрос размещения идентификатора не уйдет. В том числе это программные, аппаратно-программные средства проверки данного нарушения или соблюдения содержащейся в законе обязанности. Что еще хочу сказать? Вот говоря о теневых игроках, которые до сих пор еще на сленге не втянулись в статью 18.1 закон о рекламе, хочу сказать следующее. Роскомнадзор готов активно подтягивать тех игроков, которые еще не осознали ситуацию изменения правого поля, которые еще не поняли, что то, что казалось трудно реализуемым, уже пробируется, уже работает и показывает свои результаты. Поэтому готовы работать с теми субъектами интернет-пространства, рынка рекламы, которые еще находятся в процессе движения к реализации норм закона. И мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы к каким-то консультациям, семинарам. Я думаю, что Татьяна может это подтвердить. Здесь приведены на слайде те методические разработки, которые уже есть. Возможно, пригодятся. И повторюсь, если есть какие-то инициативы, связанные с проведением консультации, Роскомнадзор для диалога открыт. Спасибо. Мария, большое вам спасибо за все, за открытость, за то, что вы сразу согласились и приехали на форум, поддержали этот диалог, потому что я так понимаю, что озабоченность есть. И вот среди наших членов и юристов крупных компаний скорее вот этим законопроектом об восстановлении административной ответственности цифры 500-700 тысяч рублей, потому что всегда озабочены добросовестные игроки, понимаете, как не попасть под раздачу. Недобросовестных в нашем поле, во всяком случае, в поле объединения корпоративных юристов мы не знаем. И тут задача, конечно, не наказать добросовестных, а все-таки разобраться с недобросовестными. Вот тут важно найти такой баланс во всей этой истории. Ну вот я хочу сказать, что мы активно работаем с операторами рекламных данных с точки зрения анализа той информации, которая поступает. Как раз-таки вопросы недостоверности, неполноты сведений мы анализируем посредством сверки с ними. И, конечно, здесь важную роль играют ОРД, как мы их называем. Семь вот этих юридических лиц. Да, да, которые были отобраны специально созданной комиссией, которые действительно активно участвуют посредством внедрения программ, методов сверки, анализа. И для нас это крайне-крайне важно. Спасибо большое. Вот как раз вопрос от нашего члена, маленький, позволит. Я знаю, что мы идем четко по времени и все-таки успеваем. Светлана. Так, включите микрофон, ребята. Помогите, как? Все. Здравствуйте. Мария, спасибо большое за действительно открытый, откровенный диалог. Мы представители бизнеса компании «Локситан», косметическая отрасль. Мы сразу стали участниками ваших инициатив, зарегистрировались в ОРД, присваиваем токены. Но и вопрос, и пожелание. Действительно, вы правы абсолютно, что многие игроки рынка пока нет штрафов, пока нет ответственности. И даже не пытаются для себя рассматривать и становиться участниками ваших инициатив. Но главная проблематика в том, даже не задача, а именно проблема для нас, что когда вводятся новые инициативы регуляторов и законотворцев, не прописываются определенные правила игры. И, например, для нас, как добропорядочных участников рынка, мы находимся в такой некой серой зоне в части правоприменительной практики. Например, что касается саморекламы. Мы до сих пор не понимаем, мы должны ее маркировать или не должны. Конкретных каких-то требований, объяснений, пояснений, четкого разграничения, к сожалению, не присутствуют. Но при этом есть уже определенные требования, которые нужно исполнять. И то, что касается баннеров с акциями на главной странице сайта, рекламными постами, наших email-рассылок по нашей лояльной аудитории, у нас большая коллизия и большой пробел по тому, а должны ли мы это делать. Мы сейчас превентивно начали это исполнять, мы получаем на это токены, но честно, как бизнес, мы не понимаем цели, потому как здесь нет задачи обелить или не обелить, это наша самореклама. Вот главный посыл и главный вопрос. Когда будут понятны, разъяснены и обозначены на бумаге очень конкретные правила для бизнеса, что мы делаем, что мы маркируем, а что все-таки нет? Спасибо. Я очень надеюсь, что мы по результатам нашего сегодняшнего мероприятия обратимся к тем рекомендациям, которые предложила посмотреть. Там есть ответы, в том числе на саморекламу. И с точки зрения нормативного регулирования, еще раз повторю, все-таки у нас правовой средств работы, мы готовим предложение, касающееся изменения в этой части подзаконной базы. Для этого не требуется изменение закона, рассматриваем, но в рекомендациях содержится разъяснение, как сейчас поступать в данную ситуацию. И мы неоднократно это говорили и на мероприятиях, вот тех самых, которые мы проводим. Поэтому, если не найдете, после мероприятия давайте обсудим. Нет, нет, вы знаете, я могу сказать следующее, что, что касается учета интернет-рекламы, никаких коллизий между ФАС России и Роскомнадзором не существует. Есть, наверное, какой-то некий, какой-то, знаете, туман, касающийся смешения отметки и пометки рекламы, да, и идентификатора рекламы. И в этой части где-то, знаете, границы чуть-чуть размываются. С точки зрения компетенции, с точки зрения полномочий все очень четко. И всегда мы консультируемся при размещении наших рекомендаций с ФАС России, насколько это корректно. Но и ФАС Россия, если видит, что есть какое-то пересечение с учетом интернет-рекламы, то всегда мы проводим консультации. Мы здесь проблем не видим. Почему я услышала вот этот основной трек? Вы найдете это в разъяснениях. И еще раз повторюсь, что с точки зрения правовой более устойчивой будет точечная правка в этой части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!